здравствуйте с вами Алла Дворецкова это передача о мелочах из жизни сегодня у нас очень горячая тема силиконовая грудь за и против у меня в гостях Сергей Михайлович Кудряшов пластический хирург и Александра Волкова фитнес-тренер я надеюсь что у нас с вами получится очень открытый правдивый разговор вы расскажете о всех плюсах и минусах данной операции и наша передача будет очень полезна нашим зрителям Сергей Михайлович первый вопрос к вам грудь помылый Андерсон и силиконовая грудь в настоящее время это совершенно разные технологии насколько выросла медицина в этом нет почему разные это как раз и есть имплантированная грудь то есть только достаточно большого размера то есть у помыл Андерсон просто грудь была большого размера да и имплантация большого размера была то есть а технология то же самое у нас сейчас технологии они конечно немножко изменились с тех времен когда допустим ставили первые импланты вот сейчас уже делают эндоскопические доступы это что значит подмышцу да подмышцу через разрез подмышкой вот вставляет через маленький разрез вставляет имплант за грудь практически а еще какие бывают я знаю несколько видов по моему доступов доступа бывают разные основных три доступа это под грудью доступ это подмышкой доступ и через сосок то есть называемый сак сосково реолярный комплекс вот значит есть еще индивидуальные доступы это когда например делают живот и одномоментно хотят увеличить грудь мы можем это сделать из доступа из живота то есть переносится нет 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 имплант мы говорим сейчас об имплантах они а жире то есть жир и импланты это разные вещи и поэтому если мы будем осуждать пересадку жира это одно если выставляете имплант через живот да 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 можно так ничего себе я об этом не знала а какими чаще всего доступа до доступа какими ну знаете здесь зависит от формы импланты еще самый менее заметный доступ конечно через сосок но он не всем показан почему потому как есть приходят девушки не рожавшие и нарушать питание сосково реолярного комплекса не хотелось бы вот поэтому этот доступ показан допустим тем женщинам которые уже отражали у них нужно поднять эту грудь вот самый безопасный какой доступ есть самый безопасный доступ подмышечный а вот какие виды имплантов бывают анатомическая форма круглая или что как еще но мы сегодняшний день как бы две основные формы это если мы не будем брать там допустим индивидуальные до импланты основное это круглые и анатомической формы импланты вот атаки чаще всего себе я бы знаете и те и другие вот и круглые иногда идет период кто-то вот есть какие-то даже да в этом то есть допустим раньше пользовались можно быть круглыми а сейчас больше анатомическим есть может быть взаимосвязь какая-то вот с модой на грудь с моды это уже зависит от предпочтения александра а у вас если не секрет какая форма а у меня стоят круглые банта 315 до или 320 я вот уже и не помню 320 это что это 3 раз миллилитров объем а если на размер это какой третий это примерно тройка на тройку а вот с какими основными причинами к вам обращаются за этой операцией за этой операции это когда маленькая грудь то есть неважно или после изначально до уродов бывает очень маленькая грудь вообще отсутствие груди там нет ничего паренхемы груди отсутствует это один момент второй момент это уже когда допустим после родов там двое-трое родов я понимаю чаще всего даже не рожавшие вставляет себе уже импланты нет я бы не сказал что чаще нет скорее всего рожавшие но и не рожавшие тоже вставляют те у которых нет совершенно груди у них возникает определен психологический комплекс они тяжело адаптироваться в нашей среде и поэтому они приходят и мы идем навстречу ставим импланты александра а вот у вас какая была причина я занималась спортом профессионально и сделал на диетах спортивных достаточно сколько мы знаем что грудь женская это железа и жир да и конечно же когда худеешь полностью тебя очень низкий процент жира естественно грудь тоже пропадает вот как-то пропала до сих пор у меня многие подписчики считают что грудь можно накачать в тренажерном зале ну грудные мышцы можно привести в тонус но на кольцо форму придать не получится можно сделать так чтобы смотрелось более подтянута да если накачается грудную мышцу но это не будет смотреться так как после операции хорошо а вот сергей михалыч мне бы хотелось спросить какие противопоказания есть данной операции то есть вот каким девушкам даже и думать не стоит об этой операции противопоказания в основном медицинские это наличие опухолевых процессов в молочной железе различных только в молочной железе то есть если есть какие-то вдруг есть ну давайте тогда если уж нам разговаривать медицинским противопоказания есть абсолютное относительное в любом любое перед любой операции вот значит абсолютно это когда вообще нельзя ничего это серьезное заболевание крови аутоиммунные процессы различные можно много перечислять инфаркта если человек наркоз не переносит он уже не сможет тоже не сможет к без наркоза никак не получается медленности вот так под местной анестезией можно ну увеличить немного но уже с помощью жира но это другая тема это тоже вы делаете да конечно это называется липофилинг но однако пересадка жира на не дает большие объемы единственное что можно сделать увеличить на один размер допустим с первого до двоечки где-то вот так вот опять же это не постоянная константа то есть мы увеличим если потом женщина худеет опять же ли где-то или спортом начинает заниматься то она теряет у нас был случай как докладывали американцы вот что девушки вот он первые там единички до двоечки все это набрал кстати она была очень худой он набрал со всего тела и жир и увеличил на один размер но она была спортсменкой и участвовала в соревнованиях и как только она стала бегать грудь ушла практически она вернулась кто и груди которая была вот поэтому жир менее эффективен да имеет какие еще основные противопоказания сразу же которые можно по пальцам перечесть основные противопоказания мы берем из относительных те которые именно связано с железой и хотите услышать про это или что я не знаю если это не так долго вы можете перечислить все ну смотрите это противопоказания есть психологические есть именно противопоказания связанные с заболеванием с общими заболеваниями и с противопоказания связаны с заболеванием конкретно молочной железы вот я не думаю что сейчас имеет смысл сейчас все их по порядку там перечислять это у нас займет вот расскажите нам тогда как проходит подготовка к операции вот наверное же вы проходите какой-то комплекс обследование обязательно почему потому что не все женщины допустим посещают и маммологов каждый год вот поэтому прежде чем мы приступаем к этой операции они обследуются делают узи или маммографию молочных желез а потом идут на консультацию к маммологу который должен выявить нет ли у нее каких-то ну предрасположенности заболевания и только после этого мы уже начинаем приступать к нашим каким-то мерам выбором имплантов и так далее так анализ крови тоже это же целый комплекс да целый комплекс есть определенные стандарты обследования там не только сколько проходит подготовка до операции когда пациент попадает как правило это происходит смотрите как правило где-то около двух недель двух недель то есть я прихожу к вам у нас первая консультация первая консультация после этого вы уходите обследовать свою грудь вот если у вас нет никаких противопоказаний и маммолог не в общем то не препятствует этому все вы приходите на вторую консультацию и мы уже там начинаем выбирать с вами что мы хотим анализ крови когда анализ крови вы делаете потом за 10 дней до операции и за два-три дня перед операцией вы приходите мы смотрим все анализы там не только общий анализ крови там и биохимии крови и все и маркеры гепатита и рвы и вич и флюорографии и значит биохимия вся вот если нет в анализах никаких изменений то тогда да тогда мы уже берем вас на операцию можно уже оперироваться александр вот расскажите как у вас это все прошло вот все то же самое что рассказал сергей михайлович сколько прошло времени так ну наверно это было год три назад если я не ошибаюсь да по моему три года примерно никуда не ушло ну как бы у меня была одна проблема но но мы ее решили сергей михайловичем это что я грудные мышцы качала вот и мне там имплант один сместился но такое может быть у спортсменов профессиональных да да такое может быть вот но у нас даже ну как бы я не делала даже большие веса какие-то я просто брала там небольшие гантели даже если мы качаем ключичную часть грудной мышцы но у нас большая грудная мышца имеет веерообразное строение иметь три часть ключичная там срединная да вот и вот здесь вот еще нижняя часть крепится все равно нагружается полностью вся грудная мышца просто какая-то часть меньше какая-то часть больше ну вот так вы решили эту проблему весной сейчас все в порядке и как бы ну все прекрасно вот как вообще перед операцией как вы решились лечь под нож это морально вот страшно как потом период проходил после операционной да нет вот вы знаете не страшно ну не просто очень мне просто очень хотелось это сделать я как-то не задумывалась то есть страшно или не страшно я прошла все обследования анализы принесла все в порядке можно ложиться на операцию пришла в указанный день ко мне пришел анестезиолог спросил какие у меня могут быть там проблемы померили мне давление и уже я оказался в операционный там поставлю кола потом я проснулась и я спрашиваю что все а сколько сколько длилась операция это надо сергей михайлович сколько примерно для операции операция длится около полутора часов не более от часа до полутора есть конечно и более длительная операция все зависит от того просто мы увеличиваем грудь или еще выполняем попутно допустим мероприятие по подтяжке этой груди то конечно там чуть дольше там до 2 до 2 с половиной сергей михалыч а вот развеете еще такой миф вот многие врачи говорят что импланты это пожизненные но также многие люди говорят о том что это скажем так некий обман для пациентов потому что все равно у всего есть свой износ и через 10-15 лет все-таки импланты нужно менять вот расскажите давайте начнем с того что производители дают тех имплантов которые допустим я ставлю вот они дают пожизненную гарантию это значит что он простоит с вами там 50 лет и не а фирма вы можете допустим это не секрет сказать ну если можем конечно могу скажите может быть мои подписчицы кто готовится я работаю это бывшая компания магам сейчас это компания лерган вот фирма на трейли то есть импланты на трейль на трейль это имплант пожизненные гарантии имплант скажите но он прошел вообще вот эту пожизненную всю фазу или не доказано что все-таки этот имплант импланты стоят стояли более 50 лет стояли у нас есть такие птицы есть да но опять же вот мы правильно сказали что мы же не вечны да и все у нас имеется определенный какой-то запас прочности чего-то вот в данном случае о чем может идти речь о том что с возрастом все-таки происходит тазирование молочной железе то есть она опускается и уже происходит какая-то деформация имплант может с этой железой спуститься это когда проходит там 10-15 или 20 лет вот тогда да тогда идет уже речь о замене этого импланта уже какой-то возможной дополнительной коррекции и постановки нового естественно старый имплант не будешь ставить поставишь конечно новым а вот скажите как часто нужно наблюдаться у врача людям которые вставили имплант ежегодно каждый год до ежегодно желательно проходить осмотр маммолога то есть маммолог видит тоже все может быть в этом раковые процессы то есть сейчас импланты такие что они позволяют все это видеть ну смотрите достаточно обследование ультразвукового вот для того чтобы выявить допустим какие-то начальные изменения молочной железе уже дополнительные это уже будет назначать конечно маммолог там компьютерное обследование томографии опять же маммографии а вот скажите были ли у вас случаи когда приходит пациентка но вот с хорошей грудью ну просто вот это что-то себе человек там навоображал может быть больше размер хочет я не знаю хочет кому-то подражать и вы отговаривали этого пациента может быть отговорили или отказались вообще от операции я говорю не были пациентки до которые приходили с хорошей грудью еще молодые девушки не рожавшие хотели допустим из двух с половиной там сделать там четыре лет пять вот и я убеждал их что не нужно этого сейчас делать нужно потом говорили вам спасибо может быть спустя год я помню пришла пациентку уже спустя несколько лет сказал но теперь-то я могу поставить отговаривали может быть кого-то из своих знакомых вот допустим кто-то там комплексует по своему второму размеру а вы говорите да ты что да у тебя все хорошо знаете это личный выбор каждого человека вообще изначально же пластические операции были придуманы для людей у которых какие-то недостатки есть чтобы исправить ну что-то сильно видимое а потом люди начали использовать если у кого-то есть какая-то неуверенность и да если человек если человек испытывает какую-то неуверенность это его личное дело ставить или нет я не советчик в этом я просто считаю что у каждого есть свое личное дело личное право на какие-то вещи там будет там это мои друзья или кто-то еще ну я не люблю соваться в чужую жизнь понятно сергей михалович а вот ревнивые мужья вам встречались допустим те которые ни на шаг не отпускают свою спутницу и они буквально все исследования проходят вместе ну а все-таки мне кажется происходит же наверное какие-то тактильные соприкосновения или но всякий случай может быть были вашей практике я бы наверное не стал называть их ревнивыми я бы назвал их любящими и заботливыми да потому что да действительно приходится вместе с мужьями нормально да они вместе консультируются вместе выбирают иногда вот ну очень часто конечно мужья и оплачивают это все вот но я только за потому что знаете многие вопросы решаются сразу то есть какой объем какой размер потому что одно дело что-то хочет она а муж видит что-то другое вот и вот в этом рождается истина у них не проще не проще работать конечно и мне проще работать с такой допустим пары пациент так даже лучше да они когда приходят сразу до города потому что здесь во-первых ну это семья заинтересованы муж и жена вот он знает на что идет то есть его жена на операцию по увеличению груди и если с его стороны только понимание конечно и поддержка то есть неадекватных каких-то случаев не таких я смешных интересных интересных это очень хорошо у меня вопрос от подписчиков интересует тема заживления рубцов после операции и что с ней я думаю с грудью станет после кормления ну наверное с последнего вопроса что станет после кормления известно только господу богу вот как она видоизменится сколько все зависит от многих факторов во первых как долго вы будете кормить во первых на сколько увеличится грудь сразу во время беременности она нас это же от этого записи набор веса есть ограничение по кормлению кормления нет нет нас имплантом никаких ограничений для этого нет но для деформации груди то есть чем дольше вы кормите чем больше у вас грудь чем больше вы набрали веса есть вероятность если вы кормите до полгода то грудь останется на месте а если вот уже больше то возможны деформации да 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 я вот про это хотел бы сказать если причем вот знаете я предостерегаю молодых девушек которые говорят ну я буду кормить вернее я имплантирую сейчас вам грудь вам придется кормить и неизвестно как она видоизменится ваша грудь я не буду кормить игру ну разве это для нее вы надо до игру как это же маленький григорь человечек а он откуда будет получать питательные вещества это же а первый год аутоиммунные все вот эти вещества получаются от молока матери и как будто на найти на одну на дни весы там красивую грудь на другое здоровье малыша я не понимаю тех девушек наверное когда они уже родят они забывают о своих имплантах и материнский инстинкт просыпается что по поводу рубцов по поводу рубцов рубцы располагается во первых в малозаметных местах это или в подгрудной складке или значит в области соска по краю соска или в подмышечной области вы спросили так еще что-то рубцов через сколько они заживляют рубцы за это не смотрите на ну процесс заживления он длится где-то 8-9 дней через 8-9 дней мы снимаем швы наши и идет процесс созревания вот этих вот рубцов процесс созревания он достаточно длительный где-то около полугода рубцы как правило малозаметные после этих операций белесоватые малозаметные рубцы но они исчезнут на совсем нет конечно они останутся на всю жизнь они останутся виден детских можно как-то потом убрать это беленькие тоненькие полосочки в области соска или в подмышках они не так сильно бросается в глаза поэтому даже подгрудные складки фотографируем пациентов своих я потом показываю какие бывают результаты и они готовы рубцы потому что не видно просто так это естественно когда когда всматриваться внимательно всматриваться если человек хочет чтобы вообще ничего не напоминало об операции можно ли как-то косметических убрать или они не поддаются совсем убрать невозможно невозможно да их можно немножко замаскировать то есть есть методы сейчас допустим лазерной шлифовки этих рубцов какого-то там перманентного макияжа где-то что-то можно их скрыть спрятать но убрать совсем нет александр у вас остались рубцы не смущает но их не видно совсем они очень тонкие то есть я вначале когда мне сняли швы я думал что я буду вот как сергей михайлович сказал лазером шлифовать но я их не вижу в зеркале то есть они у меня доступ под грудью был вот поскольку мне под мышцу ставили то есть таким способом специально поскольку я спортсмен их не видно абсолютно то есть если что-то там я буду пытаться разглядывать как-то там приподнимать то есть у вас никакого дискомфорта нет дискомфорта и никаких комплексов по этому поводу тем более я не ощущаю то есть в порядке мне все нравится хорошо у нас еще много вопросов от одной подписчицы которая готовится к этой операции уже в ноябре здесь мне большой список поэтому кое-что мы уже затрагивали можно не отвечать например девушка спрашивает когда после операции можно заниматься повседневными делами какие ограничения если риски каких-то домашних работ да конечно до двух недель не рекомендуем что-то выполнять домашнюю работу особенно какая-то уборка с поднятием рук кверху потому что этот период всегда может произойти небольшая называется дислокация просто сказать смещение небольшого импланта только ходить сидеть и лежать можно до первые две недели желательно до после того как мы нет почему ходить лежать у них специально компрессионное белье на конечно может там что-то порезать но готовить она может конечно раковину она помыть сможет немножечко или тоже лишний раз не полы мы не рекомендую вот что лишних наклонов нагрузок на грудные мышцы мини так а вот кастрюльку 5 литровая она может допустим супа сварить или это уже много это много а сколько можно александра вы полностью все инструкции выполняли полностью реабилитационный период но я не тренировалась достаточно долгое время и не качал некоторое время там грудные мышцы вот совсем потом начала все-таки делать и не сказал уже вот вообще в первый день после операции как я приехала домой мне тяжело было даже вот вилку в руках держать а потом ну уже более-менее нормально боль прошла я адаптировалась я начала работать практически сразу я не сейчас сразу же вопрос когда можно заниматься спортом и какие можно делать упражнения в общем когда можно вообще начинать работать после двух недель то есть потихонечку уже можно и пяти литровую кастрюльку уже поднять но всю работу нужно выполнять обязательно белье то есть до полутора месяца пациента носит компрессионное белье она препятствует смещению имплантов вот в этом белье она может выполнять домашнюю работу а именно спортом спортом уже через полтора месяца мы рекомендуем я сразу через полтора начали но я не трогала вверх я ходила на кардио как бы это ну это нельзя назвать спортом когда ты ходишь по дорожке просто чтоб хотя бы какая-то двигательная активность была и там сидя что-то на ноги упражнения какие-нибудь как раз на сгибание ну вот смотрите вам можно делать на ноги упражнения какие-то то есть если вы делаете это сидя в блочных тренажерах ну вот разведение сведения на ягодицы чтобы у нас не напрягался вверх вообще не напрягался то есть все сидя где руками ничего трогать не нужно а вот еще спрашивает девушка как долго лежать в больнице то есть не надо на неделю там ложится до бросать дом семью а с чем можно сравнить болевые ощущения как долго они длятся ну я не знаю с чем сравнить как бы да мне нечем сравнить но у меня есть девчонки знакомые кто тоже делал вот они говорят что сравним с кесаревым сечением как бы мне не довелось да это совершенно новые наверное ощущения для вас да и да вы знаете я но это терпимо я вспомнила прикрепление грудной мышцы как бы когда я попыталась ставить с кровати у меня сразу картинки такие анатомии не было такого чтобы вы вдруг падали в оморок и что-то совершенно невообразимое у вас творилось нет не такой степени нет это все терпимо не так как люди себе представляют некоторые там пишут что господи это такая страшная операция наверно еще зависит у кого какой болевой порог да конечно от этого очень многое зависит потому что по-разному переносит операция достаточно распространена уже пациентов много прооперированы и смотришь кто-то знаете вот ай-яй-яй-яй-яй у меня все болит а кто-то знаете на следующий день доктор я нормально себя чувствую можно можно я пойду домой меня молодой человек на сто процентов ли довольны ваши пациенты после операции или есть какие-то такие закономерные недовольства но например что оказывается я думал что грудь будет больше все таки может быть есть какие-то вот закономерные недовольства знаете да я встречал не скажу что часто но иногда было такое надо было бы чуть чуть побольше сделать многие потому что мне тоже многие знакомые делали и вот это вот я бы хотела побольше надо было бы побольше и у меня даже знакомые есть бывает видимо у вас такое что вы не вставляете имплант большего объема потому что мало кожи видимо а пациенту очень хочется но есть видимо какие-то риски ограничения есть определенное и это мы обсуждаем как раз вот на второй консультации бывают пациентки астенического телосложения с узкой грудью с маленькой паренхимой и с малыми покровными тканями и при расположении импланта большого размера то есть я их предупреждаю что если вы хотите большой имплант то есть вы можете все-таки вставить большой конечно имплант можно любой ставить можно и восьмой номер на результат не нужно конечно дело да когда нет допустим покровных тканей покровных тканей то в этом случае есть риск контурирования этого импланта то есть она будет наклоняться имплант будет закрыть только кожи и допустим окружающие могут увидеть что там вот этот имплант он будет прощупываться поэтому мы идем на это если они действительно хотят но уже не несете ответственность уже за это да я предупреждаю а вот за что кстати несут ответственности пластические хирурги за все ну естественно за ответственность и прежде всего это за жизнь пациента потом за постановку импланта как вот кстати раз эта операция очень популярна я так думаю что очень много скажем так не непрофессионалов в этом деле которые больше думают наверное о том как бы наживиться с этой операции нежели действительно сделать вот врачебное доброе все-таки помочь как вы считаете вот что считается непрофессионализмом в данной операции что я так понимаю что именно вот эта подготовка должна обязательно до к операции это тоже говорит о профессионализме как вот людям понять вообще кому именно идти кто действительно профессионал своего дела вы знаете как-то показывали не не помню по какому канала но пациентов с раздвоенным языком и это сделали какие-то хирурги вот я считаю это непрофессионалы делать уродующие какие-то операции то есть все равно не пойдет на это я считаю тот человек который за эстетику конечно за пользу за здоровье для человека поэтому а вот подскажите сергей михалыч все-таки были ли какие-то нештатные ситуации или были какие-то действительно случаи когда может быть импланты вынимались ну в общем не неудачные операции они есть это вообще нормально когда у врачей есть какие-то неудачные моменты это должно быть конечно из этого не так всегда бывают какие-то моменты опять же есть дислокация небольшая имплантов вот что мы сейчас рассказывала то есть имплант сместился когда идет нагрузка на грудные мышцы мышцы просто-напросто начинает расширять карман и карман имплант сползает поэтому приходится коррегировать вот это вот состояние заново все это создавать карман то есть опять его ставить на место очень часто как бы осложнение такое это дислокация то есть смещение план то может быть или даже переворачивание импланта и допустим асимметрия какая-то остаточная это все потом поправила какие-то моменты да если это дислокация то это да поправим а по статистике больше все-таки удачных операций как вы же ведете вот эту статистику да правда если здесь процентном соотношении это не более 6 8 процентов вот как раз вершись всех каких-то кая коррегирующих моментов вот этих то ли это рубец то ли это имплант поднялся наоборот спустился вот без этого никого без этого всегда до процесса чтобы сто процентов идеально а где бывает такое особенно когда есть люди они двигаются они занимаются активной жизнью и особенно когда они вдруг не выполняют какие-то инструкции после операции александр вот чтобы вы хотели пожелать нашим зрителям которые сейчас смотрят которые возможно мечтают об этой операции которые хотят допустим себе сделать но боятся сомневаются что бы вы пожелали им я пришла все хорошо обдумать в первую очередь нужно им это или нет то есть много раз посидеть подумать наверное не за один день да это наверное это не за один день и вот как бы пусть как появилась эта идея пройдет там несколько месяцев и если уж человек точно не есть не спать не может без имплантов в этом случае можно наверное поставить сергей михалов чтобы вы пожелали нашим зрителям чтобы я пожелал ну наверное во первых пусть наши зрители у нас же аудитории женская разная аудитория но в основном женская чтобы ну во первых чтобы женщины были любимы вот и вы имеете ввиду с операцией что-то что вы хотите пожелать сейчас вашим зрителям да может быть вы воспринимаете своих зрителей как потенциальных ваших пациентов или просто я бы пожелал огромной любви чтобы они были любимы и счастливы в основном потому что если все будут девушки любимой и даже с нулевым размером и мы в голову не придет данная операция потому что а многое все идет из головы из наших каких-то комплексов я бы тоже хотела вам пожелать как раз быть любимыми и чтобы ваша любовь к себе не зависела от вашего размера груди и пожелать вам всего самого-самого наилучшего а мы обязательно увидимся с вами в следующем уфе эфире на у правда у меня были в гостях кудряшов сергей михалович пластический хирург и александра волкова фитнес-тренер я надеюсь что вам с нами было очень интересно пока а